Всем привет, с вами Сильвия, рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня будет вторая, столь запрашиваемая часть видео про книги и фильмы, которые изменили мою жизнь. Книги и фильмы, которые послужили для меня мотивацией, которые сформировали отношение к себе, к миру, а не в словом, которые вошли в мою жизнь как нельзя более, кстати. И если вы сейчас ожидаете услышать название каких-то супер научных, трудноперевариваемых книг и фильмов, то это не так. В стабильности могу сказать, что все, что я сейчас перечислю, можно назвать попсовым и легкодоступным. Потому что я считаю, что те книги и фильмы, которые вошли в нашу жизнь легко и красиво, в нужное время, с нужным посылом и нужной информацией, оставляют наиболее сильный отпечаток в нашем сознании. Так что давайте, как всегда, начнем с книг, а потом перейдем к фильмам. Открывайте описание, там все перечислено, все с тайм-кодами. И если вас не интересуют книги, сразу переходите к части, посвященной фильмам. Ну что, начнем? И начать мне хочется с одной очень доброй, светлой книги, которую я сейчас перечитываю в третий раз. Это Манюня Нарине Абгарян. Возможно, для вас это станет откровением, но для меня это очень личная книга. И вызывает целую бурю эмоций. От смеха до слез. Этому есть объяснение. Я своего рода менталитетный метис. Иными словами, человек, который находится на стыке двух культур и не может сделать шаг вправо или влево, потому что обе эти культуры ему одинаково близки. В моем случае это русский и армянский менталитет. Я стою посередине, и я никогда ни для кого не буду 100% своей, потому что для армян я слишком русская, для русских я слишком армянская. Я к этому привыкла. И знаете, людям, которые через это не проходили, этого не понять. Но тем, кто сейчас находится в поисках культурной идентичности, те, которые прожили разные этапы своей жизни в разных странах, это всюду что-то подчеркнули. И они не представляют собой что-то одно, они представляют собой что-то целое, отсюда, оттуда и так далее. То для них эта книга будет своего рода местом, где можно отдохнуть душой, где можно вдоволь насмеяться, наплакаться, где можно зарядиться добротой, позитивом. И этого заряда хватит на очень долгое время. Эта книга о детях, о детстве. И она яркая, она живая, она запоминается. Одним словом, я очень советую эту книгу. Следующую книгу я прочла в довольно-таки раннем возрасте. Это «Мадам Бавари» Гестава Флавера. Вы даже не представляете, какое негодование она вызвала. Я сочла ее до жути противным произведением, ругала человека, который мне ее советовал прочесть, и всячески проклинала автора. И мыслями все равно возвращалась к ней. Уже очень она меня сильно задела, скажем так, царапнула от души. И если тогда я готова была за то, чтобы забыть сюжет этой книги, отдать мешок конфет, а мешок конфет для меня тогда был такой серьезной мерой, то сейчас я понимаю, что это была такая горькая микстура своего рода лекарства от доверчивости и наивности. Именно благодаря этой книге я поняла, что не следует возлагать все свои надежды и стремления на мужчину. Нужно развиваться, нужно работать над собой, нужно многого достичь самой. А самое главное, партнеру нужно выбирать мужчину, равного вам по духу. То есть, если вы амбициозны, ищите амбициозного мужчину. Если вы предпочитаете тихое семейное счастье, то ищите такого же мужчину. Иначе ваш союз имеет небольшую вероятность оказаться крепким и счастливым. Потому что рано или поздно вы друг другу наскучите, начнутся взаимные упреки, обвинения, ссоры. И нахлынет тоска за бесцельно прожитые годы. Так что, если вы сейчас находитесь на начальном этапе своих отношений, то присмотритесь к своему партнеру, присмотритесь к себе и на всякий случай прочитайте эту книгу. Что я вам сейчас расскажу? Есть в моем арсенале одна книга, она захватывает и не отпускает до последней строчки. Это «Дом, в котором Мария Петросян». Книга писалась на протяжении многих лет, насколько мне известно, больше десяти. И такое чувство, будто бы в него вложена целая жизнь. Несмотря на то, что там описывается всего пару лет событий, там персонажи продуманы до мелочей. Я действительно считаю, что эта книга просто гениальная. И попала она ко мне в руки на первом курсе и помогла почувствовать себя уверенно в новом коллективе. Я как-то недавно снимала видео про то, как из закомплексованной, изнахнутой девочки я превратилась в нормальную, очень даже общительную представительницу женского пола. Так что, если вам интересно, посмотрите это видео. Если вы решитесь прочесть эту книгу по моей рекомендации, это убедительная просьба. Ни в коем случае не читайте описание к этой книге. Потому что у меня сложилось впечатление, что описание написали для того, чтобы отпугнуть потенциальных читателей. Оно не имеет ничего общего с вами произведения. Просто берите книгу в руки и прям с первой страницы начинайте читать. Я уверена, что книга вас равнодушными точно не оставит. Очень часто меня просят посоветовать книги по психологии. Буквально под каждое видео просят. И знаете, у меня сложилось впечатление, что многие не совсем правильно понимают, что собой представляет психология. Психология это неувлекательное чтение, которое сделает из вас специалиста по человеческим душам. Отнюдь. Психология это целая наука. Местами она очень скучная и нудная. Особенно, когда нужно перелазить через огромную гору различных терминов, схем, выборок. Или по несколько раз читать одну и ту же страницу, чтобы понять, что имел в виду автор. Поэтому, если вы действительно решили заняться психологией, или тем более поступать на психологию, я очень советую прочитать учебник «Общая психология Маквакова». Это своего рода гид по психологической науке. Вот берите и прямо от корки до корки читайте. Потому что благодаря этому вы поймете, какое направление вам нравится больше, в каком направлении вы хотите двигаться. И, скажем так, приобретите некий костяк знаний, который вам потом поможет пробираться через психологические дебри. Так что запасите терпение и начинайте. Последняя книга тоже представляет из себя горькую пилюлю. Да, я сегодня очень добрая. Это 1984 Джорджа Оруэлла. Книга не из легких. Не в том плане, что она сложно читается, наоборот, она проглатывается буквально в раз. А в том, какой от нее остается послевкусие. По-моему, это наглядная иллюстрация к фразе «не зарекайся». О том, что если сломать можно не всех, то очень многих. И еще одна таблетка от наивности, но уже для людей постарше. Идея, которую я вынесла из этой книги, состоит в том, что не стоит в порыве влюбленности наделить партнера качествами, которыми он не обладает. Потому что на этом можно здорово обжечься. И люди меняются. Они меняются под давлением внешних обстоятельств, под давлением собственных амбиций, сомнений. И не всегда они меняются к лучшему. Вот. А теперь перейдем к фильмам. И первый это «Облачный атлас». Я знаю, что это экранизация романа Дэвида Митчелла, но честно, роман я не читала. А вот этот фильм осталась в диком восторге. Там такой лихо закрученный сюжет, красивая картинка. Самое главное, там много смысла и мыслей, над которыми можно подумать. Тонко затронуты вопросы религии, реинкарнации, любви, ненависти, борьбы с самим собой, с системой, с внешним миром в целом. И этот фильм нужно смаковать по глоточку. Однако, я уверена, что мало у кого это получится, потому что он слишком вкусный, и его хочется съесть сразу. В этот раз в моем списке будет мультфильм «Унесенный призраками». Как же вовремя он вошел в мою жизнь, сколько принес уверенности в свои силы. Я думала, что раз героиня сделала то, что она сделала, значит, я смогу сделать то, что нужно мне. На тот момент это было спешное изучение английского языка, чтобы сдать вступительные экзамены на международные отношения. И что вы думаете? Я таки вытянула свой английский с нуля за полтора года до такого уровня, что поступила на международные отношения с самыми высокими баллами на курсе на бюджет. Я сейчас не хвастаюсь, я к тому, что важно поверить в свои силы и много работать. И не слушать тех, которые говорят, ой, это так сложно, и все равно там все по знакомству, по блату. Так что, если вы сейчас находитесь в такой ситуации, когда перед вами стоит трудная задача, и вы нуждаетесь в волшебном пинге, то посмотрите этот мультфильм и замотивируйтесь. А напоследок я оставила кое-что вкусненькое шоу Трумэна, потрясающая комедия с Джимом Керри. Еще один фильм, который учит не прогибаться и твердо идти к своей цели. Это история про мужчину, за которым с младенчеством наблюдают тысячи глаз, а он этого не подозревает и живет по чужому сценарию. До тех пор, пока не встречает настоящую любовь. Романтиком и со смыслом. На этом все, с нетерпением буду ждать ваших комментариев. Если вы что-то читали, если вам понравилась эта подборка, пишите, ставьте пальчики вверх, делитесь впечатлениями. Но обязательно, только впечатлениями, не сюжетом, не будем спойлить. И мне очень понравилось, как под моим прошлым видео развернулись целые дискуссии, как вы активно участвовали, как вы предлагали свои любимые книги. Ребят, я себе составила целый список и буду по нему двигаться. Так или иначе, я еще раз хочу, чтобы вы что-нибудь интересное предложили, уже не только для меня, но и для других ребят, которые читают комментарии. Мне безумно нравится, когда вы друг с другом общаетесь. Я так стою в стороночке, наблюдаю и очень-очень радуюсь. На этом все, мы скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.